Фотография Фотография очень серьезная, очень полезная. Я не только разлагольствовать могу, но и чему-то учить. Зовут ее Лариса. Много лет общаемся по интернету. По-моему, когда-то даже письма давно писали, почтовые. И вдруг присылают, у нее гибнет дерево. Считайте, что оно уже мертвое. Значит, ошибки 9 из 10, каждый из вас уже знает прекрасно, что вот эта оградка погубила абрикос. У нее пока отсохла одна ветка, что делать? Ну, конечно, отрезать. Раз. Погибнет и все остальное. Смотрите. Да, сгнило. Да, замазало. Но эту не убрала. Это настоящее. Ну, то есть, то, что мы сегодня с Анной проклинаем посадку углубления, да? Вот. Ну, углубление получилось все равно, согласитесь? Даже если здесь ровное место, углубление, оградка, она... Вот мне еще говорят, ну, что же делать-то? Значит, я пропагандирую низкую, низкий штамп, или отсутствие штампа. Вот это же то же самое, плохое проветривание, даже если бы оградки не было. На это я отвечаю, на той холмы, что было проветривание. Возу должен не только сбоку-вбоку, а и сверху вниз двигаться. Так. Здравствуйте, Валерий Константинович. Сильно мне... Да, ну, я понимаю, что Лариса сейчас увидит и уберет эту оградку. А дальше, ну, скорее всего, она не выживет уже. Да, еще, чтобы выжила, вот сейчас фактически прекратилось снабжение дерева кровью. Кровоток прекращен. Не только отрежьте сухие ветки. Вы сейчас... Уже все дерево больно. На мой взгляд, оно больно. Вот так вот смотрите внимательно. Если видно, хорошо. Вот так все отрежьте, замажьте, ждите чуда. Вот. Иногда бывает так, чудо повторяется так. Вдруг, после такой сильной обрезки, вылазит уже не здесь побег, а вот здесь рядышком. То есть от корней вот сюда выходит. Вот это будет вторая жизнь дерева, пусть уже не привитого. Но вы же видели, что мне не привитые, способные на чудеса. Оценка мне переслал еще одно письмо. Добрый день. У персика отлонилась ветка. Очень ценное письмо. Много было плодов, была подпорка, но при сильном ветре вылетела, держится. Ветка на коре. Мы ее подвязали к стволу. Можно ли замазать глиной с навозом? Ой, ну опять, опять это. Ее. И перебинтовать. Есть и шанс спасти ветку. Спасибо. Пишу. Ветку жестко зафиксируйте. Отрежьте верхнюю половину, так как все уже не выкормить. Аккуратно замажьте рану садовым варом. После фиксации. На фото, как я спас абрикос от страшнейшего разлома. Потом, к сожалению, не догадался. Вот эта вот ветка лежала на земле под грузом урожая. Я не формировал. Вот здесь рана была полностью вся открыта. Я ее вдвоем со страшной силой подвязали. Так. Даже не замазывал. Сейчас на этой ветке полно плодов. То есть я спасал не эту ветку. Подумаешь, там лишнее ведерко. Я спасал дерево в целом. И спас. Спас. Поэтому вы все делали правильно. Только не надо гадить это этим самым. Пепел, почему еще говорят. Якобы навоз, но не любой навоз. Якобы он обладает антисептическими свойствами. Пепел точно обладает. Рану пепелом посыпают. Ну да. Рану пепелом посыпают. Прибинтовать, да. Еще раз говорю. Обрежьте капитально. Хотите спасти дерево. Из-за этой раны вашей, вашей. Вы фотографии не прислали. Из-за вашей раны может все дерево погибнуть. Да, так можно спасти. Потому что была бы рана, я бы обмазал бы. Она бы сгнила, и дерево бы погибло. Я спас, Игорь Русей.